привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня мне захотелось скушать чего-нибудь сладникова я буду готовить лимонную бабу это дрожжевое тесто я же все подготовил у меня есть мука высшего сорта просеянная живые дрожжи хлебопекарные яйца молоко сахар соль и мой домашний маргарин я его предварительно растопил все компоненты я высыпаю дежу тесто места и провожу короткий замес читайте рецепт в описании к моему видео все жидкие компоненты слегка перемешались я включаю тесто место на тихий ход и высыпаю тесто замешивалась в около 5 минут я его достаю из бежи и пару раз обминаю место эластичное мягкое хорошая блестит это дрожжевое безопарное тесто сделанная с моим домашним маргарином я его хорошенечко округляю выкладываю в контейнер накрывая пленкой и ставлю на расстойку на полтора два часа тесто должно увеличиться в объеме в два раза на расстойку прошло ровно полтора часа тесто прекрасно увеличилась в объеме я его достаю слегка обминаю аромат живых дрожжей очень сильный и приятный тесто лучше делать и естественно из живых дрожжей чем из сухих обминаю тесто для того чтобы из теста вышел углекислый газ который образовался при жизнедеятельности дрожжей и тесто насытилась кислородом таким образом при последующей финальной расстройки дрожжи получат новую порцию кислорода и будут хорошо поднимать тесто я использую маленькие формочки у меня будут маленькие лимонные бабки я делю тесто на количество частей равных нашим формочкам округляю его и заполняю формочки на две третьих я разделил тесто на шарики весом 50 грамм самое важное дрожжевом тесте это правильно сформировать заготовку сейчас я покажу как это нужно делать мы берем шарики с теста и хорошенечко вот так натягиваем края от края к середине для того чтобы с той стороны сформировать вот такую гладенькую поверхность вот так мы его натягиваем хорошенечко и края защипываем потому что тесто будет подходить растаиваться и чтобы у него была правильная форма и она росла в нужном нам направлении вот мы защипнули здесь идеальная форма делаем подкручивание вот так и я кладу его формочку это правильная форма заготовки заготовки для лимонной бабы я сейчас заканчиваю готовить и отправляю на расстройку в расточный шкаф на 40 минут после этого я начинаю выпекать при температуре 180 градусов расстойка лимонной бабы уже произошла часть бабок у меня остались без формы поэтому они немножко разорванные духовку разгорел до 180 градусов и управляем на выпечку лимонные бабы испеклись прошли ровно сутки с тех пор как они приготовились здесь очень важный момент так же как и в бисквите с дрожжевым тестом когда мы собираемся его пропитывать сиропом самое важное это созревание или выдержка этого продукта если бы мы взяли лимонные бабки сразу после выпечки и стали окунать в сироп тесто бы разблокло не впитала бы столько сиропа сколько она может впитать получилось бы абсолютно невкусная и некрасивая выпечка поэтому тесто у нас отдохнуло и созрело где не тесто готовые ромовые бабки я приготовил прекрасный сладкий сироп он приготовлен из инвертного сиропа лимонного сока лимонной цедры и алкоголя полностью все описание рецепта смотрите под этим видео я беру лимонные бабки опускаем в чашу с сиропом и они там будут плавать около минутки напитываясь сиропчиком сироп у меня уже остыл поэтому он комната температуры чем дольше лимонные бабки будут плавать в сиропе тем сочнее будет наше готовое блюдо вот такие маленькие элегантные лимонные бабки у меня получились я их пропитал сиропом оставшийся сироп я из него сделал карамель с лимонной цедрой и полил сверху глазурью они мягкие легкие пахнут божественно я добавил в сироп немного лимончелло лимонные бабки внутри очень сочные такой прекрасный насыщенный сироп сверху карамельная глазурь легенькие обалденные друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите в комментариях готовьте по моему рецепту нажимайте на кнопочку подписаться на мой канал она вот здесь внизу и помните кухня это самое спокойное место всем приятного аппетита